В Самаре строительство метро не останавливается ни на день как в историческом центре города, так и в районе перекрестка улиц Полевой и Новосадовой. Наибольшего результата достигли в зоне метростроя на улице Галактионовской, где в дальнейшем возведут станционный комплекс. Здесь готовность стартового котлована составляет более 90%. В середине января ожидается прибытие в Самару представителей специализированной субподрядной организации, которая в дальнейшем поставит и смонтирует тоннели-проходческие механизированные комплексы, рассказали в Управлении капитального строительства Самарской области. Пока же актуальные работы, в том числе связанные с инженерными коммуникациями, продолжаются. В частности, в ближайшие пару месяцев укрепят коллектор на улице Вилоновской. Строительство метро и все остальные процессы находятся на непрерывном контроле областных и городских властей. Напомню, что после завершения первой ветки Самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции Театральная интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Для этого муниципальное предприятие Самарский метрополитен планомерно обновляет технический парк. К началу текущего года в заводских условиях в Санкт-Петербурге капитально отремонтировали 22 вагона. Еще один новый поезд из четырех вагонов курсирует по ветке с середины 2020 года. А в этом сезоне планируют отправить на капремонт до 10 вагонов. Рассчитывают, что к открытию Театральной почти весь подвижной состав обновится. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом за 20-25 минут добираться с окраин до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Если метро есть, это проще, удобно, быстро добраться. Тем более, что рядом с нашим дворцом, недалеко, станция метро спортивная. Поэтому строительство новой станции метро позволит жителям старой части города приезжать на наши мероприятия. И людям, которые живут здесь, недалеко от нас, ездить в город и приобщаться и к Театральной Самаре, и к концертной Самаре, и просто прогуляться. Поэтому однозначно наши ветераны во мнении, что метро, новая станция, нужна жизненно. Потому что в большинстве своем у людей пожилого возраста есть главный ресурс, это время. Время, которое можно провести интересно и с пользой. Центр города, историческая часть, это все предоставляет.